И всем привет, друзья! Вы на канале SkyTopGames, с вами Иван, и мы продолжаем путешествовать по бескрайнему космосу вселенной мира Space Engine, друзья! Сегодня у меня такой необычный выпуск. Сегодня мы не будем путешествовать где-то в каких-то дальних мирах, экзопланеты, изучать дальние галактики. Нет, сегодня, друзья, мы рассмотрим с вами моды. Ну, как моды? Ну да, можно сказать, это моды. Мы рассмотрим с вами космические различные корабли и станции нашей Солнечной системы, друзья. Довольно-таки интересно, мне понравилось. Не знаю, как вам будет интересно или нет. И первое путешествие, это, друзья, это космическая станция, да, вот она, международная космическая станция МКС. Кстати, довольно-таки хорошо проработаны и детально проработаны эти объекты, я вам скажу, друзья. Так, давайте немножко приблизимся к ней. Время у меня, по-моему, запущено, да, все хорошо. Так, я хотел посмотреть на ее физические данные. Давайте приблизимся к ней. Смотри, как великолепно проработаны солнечные панели, да, согласись. Вот эти все стыки, модули, это все шикарно смотрится, антенны. Кстати, эта станция, она запущена, по-моему, если я не ошибаюсь, где-то в 1998 году. И по сей день она работает, функционирует. Сейчас на ней находится около 6 человек, около 6 астронавтов или космонавтов, назовите правильно. Давайте рассмотрим вблизи все эти блоки. Это очень интересно, вот, ну, по крайней мере, мне очень понравилось. Кстати, все надписи, по-моему... Вот эти вот надписи космических программ, они также присутствуют на объектах. Было бы классно, да, согласись. Ты сейчас, наверное, тоже подумала о том, о чем и я. Было бы классно делать свои корабли космические какие-то создавать в Space Engine. Да, это было бы круто. Да, ну, флаги, я так понимаю, это передающие какие-то антенны, скорее всего. И там нанесены на корпусе корабля флаги, но мы их, к сожалению, не можем рассмотреть. Так, а где у нас... Подожди, первый модуль у нас, я так понимаю, который был запущен, это вот этот вот в середине. Модуль Союз, наверное, скорее всего. Остальные идут стыковочные блоки, жилой блок. Два научных, наверное, исследовательских блок каких-то. А вот, кстати, тот самый окно-купол, да, с которого космонавты смотрят на Землю. По-моему, да. Насколько мне известно, по-моему, МКС, она делает около 15-16 оборотов за сутки над Землей. Так, подожди, вот здесь вот тоже какие-то надписи Канада. Оу, классно, слушай. Не, ну это реально обалденно проработано вообще все модули корабля, да. А вот, кстати, смотри, НАСА ДЕСТИНИ. Еще один блок переходной, да. Так, давай посмотрим здесь у нас. Это, я так понимаю, выходы, наверное, это шлюзы, да, выходы в открытый космос. Чтобы астронавты делали какие-то работы, не знаю. Заменяли детали или еще что-то. Нет, ну здорово проработано. Конечно, вот по солнечным панелям, я скажу, мне кажется, они наиболее, более золотистого такого, знаешь, цвета. Так, что у нас здесь? Это, наверное, последний стыковочный, я так понимаю, модуль Союза, наверное. Слушай, ну она, конечно, очень огромна. Так, подожди, можем мы ее посмотреть? А вот, смотри, вот они вот. Это вот она, сторона эта вот. Золотистая, как я и говорил. Так, я хотел посмотреть ее. Так, смотри-ка. Масса 450 тонн. Длина 116 метров. Это, наверное, где-то около... Размер футбольного поля, я так понимаю. Станция. С размером. Скорее всего. Нет, ну, шикарно она, конечно, выглядит. Так, а давай, знаешь, что, посмотрим, как она пролетает у нас над землей. Вообще, как бы за сутки, наверное, я думаю. Можно ускорить время. Давайте вот так. Ускорим время. Можно рассмотреть, как она пролетает где-нибудь над каким-нибудь... Я не знаю, континентом. Дневная сторона. Наверное, сейчас будет, скорее всего, ночная сторона. Так, подожди. Ну, блин, этот объект, он вообще шикарно здесь, конечно, смотрится, я тебе скажу. Над землей. Так, ладно, друзья, давайте рассмотрим, я думаю, еще один такой интересный объект, который здесь есть. Это телескоп Хаббл. Давайте перелетим к этому известному всем аппарату. Так, телескоп Хаббл. В принципе, он тоже детально проработан. Что можно сказать по этому объекту? Телескоп запущен в 1990 году, по-моему. Его разработка и проект велась аж с 1980 года. Представляешь? Насколько трудно создавать эти проекты, эти объекты огромные. Тоже нанесен логотип. Я так понимаю, это поворотные двигатели, наверное, скорее всего. Ну, что-то похоже. Вроде как бы. Подожди, а если сзади? Нет, поворотных... Нет, наверное, вот это вот все-таки поворотные двигатели. Хотя он направлен, по-моему, в сторону... Подожди-ка, стой. Орион? Карина не было, нет. Созвездие Плеядов направлен? Интересно. Кстати, можем даже внутрь залететь, посмотреть, но здесь особо ничего интересного мы, наверное, не увидим. Лишь вот такое внутреннее строение и не более того. Кстати, а по телескопу Хаббл могу сказать еще, что... Были неоднократные поломки, по-моему, и астронавты уже... Было несколько совершено экспедиции по замене некоторых приборов. Телескоп этот до сих пор функционирует. И... Скорее всего, как говорят ученые, что аппарат проработает еще максимум до 2030 года. Нет, ну хорошо проработан, я скажу, да. Самые известные снимки, наверное, это столпы творения. Самый известный снимок, который был сделан телескопом Хабблом. И вообще получено телескопом Хаббла где-то около 1 миллиона изображений небесных объектов, различных туманностей, галактик, планет. Давай немножко подальше. Да, видно, как он пролетает над землей. Сколько составляет его скорость? Мне хочется посмотреть Хаббл телескоп. Так, поверхностная скорость 7 километров в секунду. А вот скорость корабля... Скорость корабля, вот она, 23 километра в секунду. Масса 11 тонн, длина 16 метров. Ну... Слишком, я скажу, такой большой объект. Ну как... Если бы этот объект стоял на земле, я бы сказал, да, боже, он огромен. Да, интересный объект. Так, друзья, давайте, наверное... Теперь перелетим к интересному такому объекту. Это объект Кассини... Кассини Гюгенс. Так. Давайте мы его сейчас найдем. Найти объект Кассини. Кассини Гюгенс. Вот он у нас, космический аппарат. Перелетим к нему. Так, космический зонд, наверное. Кассини Гюгенс это межпланетный зонд, который направлен, был направлен на изучение Сатурна, его лун. Запущен он был, по-моему, в 1997 году. Кстати, да, вот сам Сатурн, смотри, и видно его спутники. Орбитальная станция Кассини, это первый искусственный спутник Сатурна. Почему назван Кассини Гюгенс? Потому что на его борту находился еще зонд, я не знаю, вот здесь его, по-моему, нету. На его борту находился зонд Гюгенс, который спустился на поверхность Титана. Это самый большой спутник Сатурна. Да, он сделал несколько обалденных, просто шикарных снимков и отправил на Землю. В дальнейшем, конечно, итоге Кассини, где-то, по-моему, в 2017 году вошел в плотные слои атмосферы Юпитера, о, простите, Сатурна, и там сгорел. Кстати, можно посмотреть движение, можно дождаться того момента, когда Кассини приблизится, наверное, к Сатурну. Время здесь заведено неправильно. Дождемся, наверное, самого близкого сближения с Сатурном. Так, вот так, я думаю. Нет, это очень далеко. Давайте еще раз ускоримся. Будем смотреть за Сатурном. Вот, кстати, пролет над Титаном был. Вот, я думаю, примерно вот так оставим. И можно посмотреть на Кассини рядом с Сатурном. Да, представляешь, вот аппарат, вот этот аппарат, запущенный человечеством, он был рядом с другой планетой. Блин, боже. Кстати, да, видны двигатели. Нет, ну идеально проработаны, конечно, все детали. Просто супер. Ну, тут никаких вопросов у меня не возникает. Так, давайте еще раз смотрим один аппарат. Это аппарат Юнона. Аппарат Юнона. Я вам о нем расскажу. Так, Юна. Вот она, Джуна. Еще интересный космический аппарат, зонд Юнона, который в 2011 году был запущен в Земли для изучения Юпитера. И ты представляешь, только в 2016 году Юнона достиг орбиты Юпитера. Представляешь, какие расстояния нашей Солнечной системы. Я не говорю о каких-то других галактиках, блин, я говорю только о нашей маленькой крошечной Солнечной системе. Вот он, этот космический аппарат Юнона. Кстати, по сей день Юнона находится рядом с орбитой Юпитера. И в 2021 году ее сведут с орбиты Юпитера и утопят в ее плотных флоях атмосферы. Потому что, как говорят ученые, есть шанс, что Юнона в дальнейшем, года через два, может столкнуться с Европой. Это один из спутников Юпитера. И дабы не загрязнять поверхность Европы, потому что, якобы, там возможна жизнь, а аппарат просто сведут с орбиты и утопят в Юпитере. Кстати, давайте дождемся, наверное, пролета рядом с Юпитером. Я думаю, это будет классно смотреться. Вот так примерно, да, наверное, оставим. Да, вот, вращение есть. Конечно, Юноны сейчас находятся в какой-то темной стороне части от Солнца. Различные антенны, датчики, я смотрю, да. И сам Юпитер. Шикарно. Батарея, наверное, скорее всего, радиатор. Еще расскажу интересный факт, что в 2016 году, в августе, Юнона прошла над Юпитером на скорости где-то 208 тысяч километров в час относительно планеты, а минимальная высота составила 4200 от атмосферы Юпитера. Ты только вдумайся в эти цифры. Так, а что у нас по длине? 12 метров. Масса 3 тонны. 12 метров. Ну, это где-то приблизительно, наверное, с фуру, я думаю. По длиной с большой грузовик. Хотя могу ошибаться. Так, друзья, давайте, я думаю, объект, на котором мы завершим сегодня наше с вами путешествие, это объект, всем, наверное, тоже известный, это Крюсти. Ровер, который находится на поверхности Марса. Так, у нас ночь на Марсе, давайте перемотаем время, чтобы был день. Потому что неинтересно что-то ночью здесь рассматривать, согласись. Так, отлично. Оставляем. У нас день на Марсе. Вот она, марсианская, блин, поверхность. Приближаемся к нашему Крюсти. И замечаем, друзья, что он немножко, знаете, но нет, он проработан детально, он проработан хорошо, но физика сама здесь проработана, блин, он не на земле. Ты видишь, он находится не на поверхности, но было бы классно, если бы он бы находился, конечно, на поверхности. Кстати, Крюсти находится в кратере Гейла. И, по-моему, он здесь какие-то ведет работы, либо вел, что ли, непонятно. Так, подожди, вот она, рука. Кстати, он тоже детально проработан. Камеры. Так, подожди-ка. Это энергоблок, я так понимаю. А задние камеры есть, или передние еще какие-то нижние камеры? Так, если я не ошибаюсь, вот это вот тоже две передние камеры, наверное, скорее всего. А, вот еще две камеры, вот они маленькие. Блин, было бы здорово, если бы он еще бы ехал по поверхности, да? Прикинь, это было бы классно, я думаю. Это, я так понимаю, прибор для измерения, наверное, атмосферы какой-то, что-то. Так, подожди-ка. Кстати, Крюсити запущен был в 2011 году, и по сей день он находится на Марсе, делает какие-то открытия, посылает на Землю фотографии интересные, цветные. Так, ладно, давайте, ладно, я не закончу, я покажу вам еще один зонт, который тоже находится на марсианской поверхности. Ну, это, скорее всего, наверное, аппарат. Какой-то тоже, я не знаю, находится на одном месте, Inside Lander, посадочный модуль какой-то. Наверное, он уже не действующий, но вот он реально. Мне кажется, он даже здесь разбился, посмотри, видишь, какие-то части валяются. Что-то, наверное, может быть, даже неудачное приземление было. Да, ну, по-моему, вот тоже рука, я так понимаю, это для изучения, наверное, скорее всего, марсианской почвы. Непонятно. Солнечные батареи. Странно. Мне вообще кажется, как будто здесь должен стоять какой-то аппарат, или стоял здесь какой-то аппарат. Так, подожди, а вот тут вот, кстати, есть значки у нас. Что здесь у нас? Страны мира. А, это компании NASA, DLR, NES. Непонятно. Ну, тоже какая-то, не знаю, международная программа, скорее всего, была по изучению поверхности Марса, либо грунта, почвы, что там, я не знаю. Так, ну вот, как-то так, друзья. Мне, конечно, очень понравились космические различные межпланетные станции. Понравились мне эти моды, друзья. Я вам всем их советую. Входятся они в мастерской Steam, друзья. Всем, кому интересно, заходите в Space Engine, мастерская Steam. Там многое для себя найдете, откроете. Может быть, даже и управляете, либо, не знаю, поэкспериментируете. Ну что ж, друзья, наверное, на этом я свою серию буду заканчивать. Всем, кому понравилось, пальчик вверх, подписка на канал, жмем колокольчик. Всем пока, друзья. И помните, космос и вселенная бесконечны, и мы только начинаем в нем свое путешествие. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok